Насчёт запрета ВАДА на российскому спорту. Я ещё перед прошлой Олимпиадой говорила, что запрет будет. И тогда многие писали, что спортсмены поехали. Вообще-то поехали часть спортсменов. Ну, как бы большая часть, но часть всё-таки запретили. А теперь вот то, что я просмотрела на ближайшую Олимпиаду, поедет какая-то небольшая часть. Всё-таки они прорвутся. Как они прорвутся, я не могу сказать. Возможно, как-то через другие страны. Но кое-кто, в общем-то, прорвётся. Что значит дальше будет? Будет ли этот запрет действительно действовать 4 года? Ну, вообще ВАДА будет стоять стеной. Я так и видела, что они стеной прямо встали. Но всё-таки прорывы какие-то будут. Будет много судов с российской стороны. И как-то вот, либо, значит, это не будет 4 года. То есть не 4 года будет запрет. Либо всё-таки какие-то прорывы на крупные соревнования будут. Ну, в общем, пока, как говорится, идёт вот эта вот война НАТО и России, конечно же, подножки всегда будут. А почему именно сейчас ставят подножки? Потому что запад видит, что российский спорт поднимается. Он резко начал подниматься. И много медалей, в общем-то, стали брать наши спортсмены. Им, в общем-то, и Западу совершенно это не надо, чтобы Россия вышла в лидеры. Вот как бы мне сегодня одна женщина как бы написала, что вы вот предсказали, что российский спорт будет подниматься, а его совсем, как говорится, заблокировали. Но вообще-то подниматься и заблокировали – это совершенно две разные вещи. Спорт может подниматься, в общем-то, и при блокировании Запада. Потому что есть и какие-то ещё другие соревнования, другие, как бы другое что-то. Поэтому, в общем-то, то, что поднимается российский спорт, это мы и сами видим. Вот поэтому ему и ставят сплошные подножки.